Доброе утро! Прошел турнир непосредственно в рамках, в стенах вашей спортивной школы. Так ли это? Расскажите, пожалуйста, про сам турнир. И он уже достаточно давно проходящий. Первый раз встречаете его, проводите у себя. И вообще, что это за турнир такой? Ну, турнир традиционный. Всенагайский турнир, как вы сказали, это 13-й по счету. Он ежегодный. Каждый год он передается по регионам разным. И вот в этом году выпала честь нам принимать, проводить, организовывать. И получается, что мы уже не первый раз проводим. А, то есть не первый раз встречаете его? Да, да. У нас опыт уже небольшой есть. Мы встречали, проводили этот турнир. Это было в 13-м году. В 13-м году провели, встретили. И вот у нас через 5 лет получается уже второй раз. То есть раз в 5 лет у вас проходят подобные турниры, да? Да. Ну, там в основном 5 регионов. И вот получается там ежегодно у нас. Сейчас в этом году у нас не получилось у команды Крым. Республика Крым должны были приехать. Но у них там что-то не сложилось. Мы их очень ждали. Надеялись, что они приедут. Добавится к нам еще одна команда. Ну, на следующий год они обещали. Скажите, я, насколько я понял, раз в 5 лет. То есть всего, если я правильно все считаю, всего есть 5 регионов, которые принимают. Или это не так? Или просто по какому-то другому принципу распределяются места, которые будут принимать? Ну, вообще... Сколько команд? Давайте так. Вот команд так, да. Команд вообще мы по регионам. Например, вот Республика Дагестан, да? Это большая республика. Там есть не один район, например. Но они приехали командой, так как это уже один отдельный субъект. Получается, команда Дагестана, Чеченской республики, Астраханская область, Ставропольский край и мы, как хозяева в этом году были. Понятно, что, например, из Ставропольского края приехала команда. Они там могут выставить и две команды. Но так как они отдельный субъект региона, и мы уже всех... За счет идет одна общая команда. Вот так вот. Эльдар, вопрос к вам. Вы как тренер, я так понимаю, сборной Карачаева-Черкесии Ногайской по вольной борьбе. Я правильно понял? Ну, Ногайского района. Ногайского района, да. Скажите, как выступила наша команда? Довольны ли результатом? И к чему еще стремиться будете? Ну, в этом году наша команда достаточно удачно выступила. Мы очень довольны. Довольны тем еще, что турнир проводился среди взрослых. Так как у нас в основном, основная масса команды, процентов 80-90 выступали молодые ребята, то есть, будучи юноши. И нам очень приятно, что уже вот юноши конкурируют с более высоким классом, уже с мужчинами, можно сказать. И есть у нас на дальнейшие перспективы на них, на международные соревнования, чтобы они набирались опыта на международном уровне на всероссийских турнирах. То есть, результатами своей команды вы довольны? Да, довольны. А есть какие-то места, или это такой более дружеский? Всего у нас выступало здесь 10 весовых категорий. Из них 8 категорий мы выиграли, то есть, первых мест. И в двух остальных весах у нас вторые места. То есть, всего у нас 8 первых мест, 4 вторых мест. И есть еще призеры третьих мест. Слушайте, вы основную часть наград забрали себе, получается. Вот как он подчеркнул, вот чуть перебью, у нас вообще в районе опыт проведения соревнований, вот особенно последние два года, именно, что у нас детская и юношеская борьба. А тут чуть-чуть новое, получается, для нас направление, это взрослое, да? И вот мы, и вот, как он сказал, у нас именно вот молодое поколение участвовали в этих соревнованиях и показали неплохой результат. И вот уже, думаю, на следующую, вот уже будут они закрепляться, уже команда будет более опытная. И уже можно, вот, да, в дальнейшем, как он говорил, уже и надеяться на какие-то там более серьезные старты. Слушайте, ну это круто, на самом деле. Мне кажется, вообще, в принципе, да, такой результат, что вы забрали большую часть, большую половину наград, это уже, тем более, золотых наград, это уже очень греет. Ну там разыгрывался еще общий командный зачет был, и там был главный кубок, он отдавался именно команде победителей, по, в конце, по итогам там выводилось общее количество очков там по призовым местам. И вот мы, получается, обладатели. Обладатели этого кубка. А это вот, кстати, учитывая, что была команда из республики Дагестан, которая славится своими борцами, да, и, насколько я понимаю, Дагестан у нас самая борцовская республика вообще в стране, и все равно мы забрали. Это очень такое, мне кажется, теплая награда, очень хорошая награда. Скажите, в целом, говорить, если про само мероприятие, про сам турнир, Юрий, больше к вам, наверное, вопрос. Как прошло, довольны ли вы тем, как все организовано было, вот, и что хотели бы, может быть, сделать чуточку лучше? Да, да, конечно, например, в 2013 году проводился этот же турнир у меня вот в районе, но меня не было, я там вообще отсутствовал. Для меня это вот опыт, именно, я вот, мне было интересно вот провести вот турнир взрослый, турнир провести с количеством таким большим гостей, там делегации были, там были главы, там были и там каких-то там высшие, там эти ступени, там их районов, там приезжали, там всякие там начальники, там, и, во-первых, для меня было интересно провести, организовать, ну, на нас с Эльдаром лежала часть, спортивная часть, да, там было задействовано, там и культура была задействована, там было и открытие с концертами, там, если честно, там большой объем работы был проведен, там участвовал весь район в этой организации. Ну да, мы, конечно, проведем работы над нет какими-то ошибками, ну, в целом, в целом, вот сейчас тоже мы в группе там переписываемся, там познакомились, да, с многими, в целом там теплые отзывы, я думаю, что достойно встретили и провели, ну да, так было интересно самому просто. Вы знаете, мне всегда очень интересно, что именно нагайцы делают какие-то очень много вот такого рода, разного рода спортивных соревнований, которые там по футболу, вот по борьбе, всякого рода там игры, для чего это? И как вы считаете, ну, какую цель преследует это с точки зрения народной культуры? Нужно ли это? Или может быть все-таки это больше как развлечение? Нет, у нас вообще два направления, вот сейчас вот прям такие уже закрепленные, это вот футбол, наши футболисты, наша команда Ногайского района, кстати, они в этом году выезжают на уже финал кубка, у них там тоже вот в рамках вот Синогайского турнира, только по футболу, у них будет финал в Турции, проходить в Анкаре. Вот они уже второй год выезжают, в том году они в Голландии, насколько я помню. Выиграли этот кубок. А что за турнир? Это турнир у них, международный? Да, он у них уже более, уже захватывает, уже у них там входит, чтобы не ошибиться, у них сначала этап проходит у нас, потом в Москве, получается, как все российские, а потом уже как международная арена у них, там с Венгрией и Голландией. Это среди Ногайцев? Да, да, именно тоже, в связи с Ногайцев. Ну, преследуют, как, укрепление дружеских отношений, там, общение, там, поддержка какая-то общая, там, если честно, очень много плюсов, как сказать, и такой вот. Мы сейчас тоже, мы вообще раньше этот путь начали, но у нас он более в узком кругу, так как сейчас вот тоже выходим на связь, там, пытаются выяснить там. Просто именно в нашем виде спорта, например, там же вот на международных этих аренах наших соотечественников, там, так сказать, их не очень много набирается. Ну да. Вот сейчас над этим работаем, и хотим... Наверняка в России побольше Ногайцев, чем в Голландии. Там тоже есть, но вот именно вот наш вид спорта, почему-то там у них чуть-чуть отстает. Борцы? Да, хромает. Футболисты есть. А, футболистов достаточно, да? Да, футболисты есть, и там они конкурируют, кстати, очень даже хорошо. А вот, кстати, что касается именно других стран, как много, насколько крупный там диаспора, потому что набрать команду футболистов, это, мне кажется, тоже дело. Это должно быть какое-то значимое количество людей. Вообще, вот мы туда не поехали, но вот тесно общаемся с ребятами. Вот они, когда приехали из Голландии, они сами были удивлены, и вот рассказывают, что там, начиная с болельщиков, просто зрителей, там люди узнают, подходят, знакомятся, и вот вроде бы там иностранцы, да, мы, кстати, тоже встречались в Фенгрии здесь друзей, вернее, они там, просто я, если честно, сам из Фенгрии, да, из Фенгрии приезжали сюда, здесь была какая-то делегация, мы узнали, пригласили их отдельно, с ними разговаривали, было интересно, просто, что люди там за границей, награлись, разговаривают, там у них тоже есть населенные пункты, там какие-то там фамилии там схожие, и это, блин, просто интересно, да, было, конечно, а на этом уровне у них еще и проходит спортивные какие-то мероприятия, это уже, есть, просто молодежь смотрит, есть куда уже стремиться, они там, те же футболисты молодые, уже видят, уже у них интерес, там, попасть в команду, поехать, поучаствовать, в Венгрию, в Голландию, элементарно, да, вот, надо теперь, Эльдар, чтобы там были борцы, тогда будет повод съездить, туда побороться, сейчас сказали, вроде, над этим работают, как Юра отметил, вот у нас турнир, знаете, как проходит не только, как борцовское, да, это сопротивление, или между этими, да, ну, как соревнования, а как дружеское общение между своими народами, да, чтобы знали друг друга, чтобы общались, тесное общение уже после этих турниров, знакомства новые, и впечатления, и пообещали нам организаторы, ну, в следующем, в следующих годах, что выйдем мы на международный уровень, то есть они сейчас, у нас турнир проводится, как всероссийский уровень, хотелось бы, да, уже общаться со своим народом, уже за пределами России. Слушайте, вы, конечно, молодцы, если честно, я вот слушаю вас, и вы так объединяетесь по всему миру, все нагайцы, в какое-то такое плотное комьюнити, это очень круто. Друзья, у нас есть традиция, гости, которые приходят, желают доброго утра нашим телезрителям, я попрошу присоединиться к ней, сказать пару приятных слов тем, кто вас сейчас смотрит. Ну что, всем желаем доброго утра, позитивного настроя на целый день, чтобы у вас сегодняшний день там сложился, как сказать, доброго утра всем. Желаем доброго утра, занимайтесь спортом. Отличное пожелание, да, хорошее пожелание. Спасибо большое, я желаю вам, чтобы ваши турниры становились все больше, крупнее и успешнее. Спасибо. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наше доброе утро. Ну что,